Парамитр. Современный образовательный центр подготовки КОГЭ-ЕГЭ и Всероссийским Олимпиадам, который дает возможность детям достичь высокого уровня знаний по следующим предметам химия, биология, математика, русский язык. В 2005 году исходно это задумывалось как альтернатива имеющимся при вузах курсам подготовки до вузовской. С той лишь разницей, что обычно на курсах при вузах группа набирается по 15, 20, 25 человек. Мне тоже доводилось там преподавать, и занятия там сводились, ну, по факту, к методическим рекомендациям. Когда ты успеваешь сказать, что должен знать ученик, объяснить, почему это так, заинтересовать, послушать их идеи какие-то, на вопросы ответить. Просто физически невозможно в силу того, что многочисленный групп очень. И вот с 2005 года, постепенно набирая команду, сформировался такой костяк, с которым мы сейчас работаем, развиваемся, если сравнить даже формат нашего преподавания 10-летней давности и даже 3-х летней давности с сегодняшним днем, конечно, небо и земля. То есть вспоминая себя вчерашних, мы бы сегодня так никогда не делали. То есть мы тоже учимся, конечно, в этом плане, стараемся каждый год что-то новенькое внедрять, чтобы это было и интересно, чтобы это было проблемно для молодежи, потому что если ты приходишь и не можешь прокомментировать это, так чтобы это им было интересно, чтобы им захотелось об этом узнать побольше, чтобы у них возникли вопросы, то мое мнение, зачем нужен такой преподаватель. Сегодня занятия в центре проходят в мини-группах по 4-6 человек, что позволяет подать материал и опросить каждого ученика. Мама, когда первый раз позвонила в этот центр, слышал голос Василия Николаевича, она сразу поняла, что у меня надо идти именно сюда. И когда мы пришли, мы не ошиблись, потому что я узнала для себя очень много нового, и я теперь пишу, я не на 60 баллов, а уже на 80-90. Вот, я выиграла, нет, я призер Олимпиады Санкт-Петербургского университета по медицине. Ну и очень хорошо, что маленькие группы, потому что учитель успевает каждому уделить внимание, и хорошо, что домашняя работа в электронном виде, это все отслеживается, проверяется. Вот, мне нравится, о чем здесь занимается. Естественно, я рекомендую Парамиду, потому что я сама закончила эти курсы, и знания здесь действительно мне помогли. Я ходила еще на другие курсы в начале. Это был один из ведущих вузов, вроде у меня имя такое хорошее, он англосовский университет. Там преподаватели, мы просто приходили, садились, нам читали лекции, ну, с тетрадочки, потом давали, ну, вот это вы перерисуйте, вот это и вот это, а я посижу, чай купил. То есть, обучения не было вообще. В Парамиде нам действительно все рассказывают, все прожжем, все показывают. Если ты не понимаешь, ты приходишь, спрашиваешь, весь преподавательский состав бегает, узнает точно, и в конце концов тебе дают правильный ответ. Если хочешь обучаться, надо учиться именно здесь, именно в Парамиде. В центре Парамиде преподаватели двигаются вместе с детьми к их цели. Они добиваются результата вместе. Эти люди дарят детям только положительные эмоции и делятся своим опытом, чтобы подготовить подрастающие поколения к жизни. Пована очень быстро, директор интересный, очень занятие ведет. Он вообще очень интересный человек. Каждый нюанс разбирает. Преподаватели недалеко от тебя ушли по возрасту, и они способны еще мыслить как-то прямо, подать тебе в душу всю информацию. В общем, нашли со всеми преподавателями общий язык, и довольно-таки приятно. Там учителя уже не нацелены, чтобы уделить тебе внимание и озаботиться о тебе. А здесь все... Аудитория маленькая, и обо всех заботятся, как каждому, как почти индивидуальное занятие. В центре созданы все условия для обучения. Имеется лабораторное оборудование, реактивы и препараты, а также вся необходимая литература. Мы создаем атмосферу, в которой достигать результата фантастически приятно и легко. Именно поэтому Парамита – это комфортная образовательная среда с заинтересованными в результате учениками, преподавателями и просто командой единомышленников. Учеников, которые приходили к нам в первый год нашего существования, это совсем другой контингент, совсем другой набор. Отстающие. Есть и сейчас. Дело не в этом. Дело в целях, которые они себе ставят. Мы, когда принимаем сюда на обучение, спрашиваем, вы с какой целью пришли? Что вы хотите? Вы хотите заниматься биологией. Зачем? Ну, чаще всего слышишь, там, сдать ЕГЭ. Или подтянуться по школе. Это понятно. Но это не может быть целью. Это может быть средством для реализации какой-то высшей цели. Дальше-то что? Поступить, допустим, в медицинский университет. Зачем? Что вы хотите делать? Лечить людей или лечить зверей? Ветеринаром хочу стать. Или хочу, вот мне генетика нравится. И когда мы слышим ответы формата «У меня брат болеет наследственным заболеванием, муковисцидозом», и это причиняет ему огромные страдания, я хотел бы найти лекарство против этого заболевания. Пусть это звучит по-детски. Но это наши люди. Значит, они пришли сюда заниматься наукой для того, чтобы ее двигать, для того, чтобы оказывать помощь детям, людям, своим родным, близким, в конце концов. И вот наша цель конечная – это не подготовить к ЕГЭ, конечно, а подготовить к жизни, к врачебной деятельности, возможно, к научной, чтобы потом эти ученые могли облечить и сделать нашу жизнь, может быть, чуточку счастливее, чтобы нам было не страшно обращаться к этим будущим врачам. «Парамита», когда обучение в удовольствии.